И я попью водички с вами. За здоровье. Поэтому еще не нарядила. У меня даже огоньков дома не лежит, не висит. Кроме каких-то моих банальных, которые всегда где-нибудь украшены там у рабочего стола. Поэтому думаю, что на этих выходных я что-нибудь сделаю. Потому что мне очень нравится, как украсили уже Москву. И у меня уже есть это новогоднее настроение. Но что-то руки не доходят. Так, что купила? Сегодня я купила себе нашивки, красные джинсы. Нашивки я себе купила две пачки. Стоили почти по 900 каждый. Я такая типа, как бы, спасибо. Я уже какой раз подхожу к нашивкам, такая, хочу купить, но цена. Я такая, ты уже полтора года ходишь вокруг этих нашивок, купи себе уже. Купи, чтобы они у тебя лежали и бесили, что ты их еще пока никуда не приклеила себе. Потому что жабу душу даже из пачечки достать. Короче, купила себе две пачки, ну то есть вот два листа, и там по 4-5 штучек. Все в японском стиле. Я что-то в последнее время по всей этой вот этой кавай-хараджуку повернулась. Я мечтаю поехать в Японию. Я очень хочу. И прям мне нравится все, что с этим связано. Я боюсь, что через несколько недель вы сможете меня увидеть. Просто, знаете, как в самом пошлом каком-то и банальном аниме. Вот вся моя жизнь будет похожа так. Потому что если мне что-то нравится, я себя веду как... Вот. Так. Ищу ваши интересные вопросы. Я еще плохо вижу издалека. Так что потрясающе. Передаю всем привет, но очень быстро идут вопросы. Так. Сколько у тебя кристаллов? Вот я увидела вопрос. Честно, не знаю. Но я думаю, что... Кстати, из Екатеринбурга я все еще обещала показать вам подарки. Там очень много всяких штучек. Поэтому на данный момент я точно не уверена. Там всякие маленькие были. Но прям от больших, наверное... Ну, я думаю, до 10 их точно есть. Может даже... Наверное, штук 10 точно есть. Вот именно больших. А маленьких вообще очень много. Потому что у меня даже есть такое отдельное блюдце. Коробочка. Где я их раскладываю. Вот они там маленькие всякие лежат. А большие такие прям массивные. Глыбы стоят в спальне. Просто вот заходишь. Добро пожаловать в какой-нибудь геологический музей. Это моя спальня. Я тут сплю. Я сама камень. Смешные и не смешные шутки. Да, Екатеринбург мне очень понравился. Я в нем была во второй раз. То есть, знаете, мне нравится, когда город, он завлекает чем-то несочетаемым. И при этом выглядит типа, ну вот норма, это нормально. Мне очень понравилось там, какие здания. То есть, есть обычные, типичные, как московские, всякие постройки. Но при этом есть еще вот эти старые пряничные наши русские избы. И причем их держат в хорошем состоянии. Они все такие лакированные, покрашенные. И при этом рядом стоит обычная многоэтажка. И я такая, это так странно. Но люди ходят, потому что это норма. И все эти такие пряничные и избы, деревянные, знаете, такие из брусьев. Они там, не знаю, магазин какой-то или жилой дом. Или там еще какой-нибудь музей. И ты приходишь так, вау, прикольно. То есть, мне нравятся очень такие вещи. Это, скажем, вот мне нравится, когда что-то несочетаемое. Ты видишь, и ты понимаешь, что это норма. И, ну то есть, это что-то в тебе ломается. Вот мне это очень нравится. И поэтому Этимбург мне очень запомнился. И люди прикольные, они там много майонеза едят. Я такая, классно. Они, по-моему, только в книгу рекордов Гиннесса попали, что они очень много майонеза едят. Я говорю, так, отличное место. Я, правда, не пробовала майонез. Там, ну, вы знаете, я очень люблю его. Но говорят, безумно вкусный. И пельмени, я знаю, что там вкусные. Это то, что я тоже там не пробовала, но это две вещи, которые я обожаю. Еще и камни там. Короче, классный город. И люди очень, очень... Мне показались добрыми, ну, и душевными. Потому что, типа, Москва и Питер, это больше... Ну, такие, мне кажется, люди... Они очень громкие, но закрытые. А эти люди, они такие все равно очень такие... Да, и видно, что там, ну, смущаются что-то. Москвич там подойдет, что-то сделает, скажет. Такой, типа, эй, чё? А все-таки вот города, которые не Москва, скажем так, которые еще человеческие, они такие вот стесняются там подойти что-то еще, боятся чего-то. Думаешь, это так приятно, что люди, ну, то есть настоящие, скажем, вот нет вот этой вот какого-то напора сильного, причем такого иногда бывает хамского, московского. То есть мне очень понравилось. И очень классно прошла встреча, поэтому все было супер. Так, как подготовка к Новому году? Пока не наряжала, уже сказала, но уже сегодня купила всякие штучки, чтобы украшать подарки. Так что потихоньку готовлюсь. Ну, как потихоньку? Сегодня какой уже? Шестнадцатое! Этот декабрь летит так быстро, что я боюсь, я вот моргну, и уже как бы какой-нибудь седьмой января. А я еще никаких новогодних видео не выложила. Ничего вообще не сделала, подарков нет, и просто хаваю лежу. Это вот, я очень боюсь, что очень быстро придет. Хочет приехать в новую квартиру? Конечно, хочу, но очень долго проходит все с ремонтом, хотя вроде бы казалось уже там, какие-то вещи купили, все запланировали, но это такой процесс, который... Ну, короче, это сложно. Это очень дорого, и можно встрять просто по какой-то проблеме, причине, которая случайно случается. За сколько времени ты похудела? Ну, наверное, я за полгода похудела. Представляю, что сейчас я просто ляжками в камеру сажусь, и они у меня просто здоровые. Спасибо, телефон. Люблю, обожаю, супер. Но очень важно, чтобы... Наверное, в любом похудении не быстрота, а за сколько вы восстановите свой гормональный фон, потому что это именно моя проблема была. Я, скажем, неправильно питалась, при этом очень нервничала. То есть нужно жить, на самом деле, размеренно и счастливо, но хотя бы в своем понимании внутри себя, чтобы быть здоровым, и потом ты станешь красивым. И это нужно понять, когда пройдешь через кучу всяких там диет, депрессий, и когда ты просто успокаиваешься внутри, но нужно при этом держать себя в узде, не жрать очень много шоколада. Поэтому очень важно как-то исключить неполезное, стараться быть более активным и жизнерадостным, и сразу все встанет. Это серьезно, это очень панально звучит, но очень сложно быть всегда счастливым, потому что как только приходит какая-то маленькая проблема, куда идешь, сразу хавать что-нибудь, и этим себя поощряешь, тебе становится хорошо, тебе легко заполучить это счастье, поэтому толстеешь и толстеешь. Поэтому надо учиться быть счастливым без такой вот, какой-то, не знаю, подачи к виде еды. Что там? Я видела что-то про Антона. Антона сейчас пока нет, но он может зайти в любую секунду. Эти стены, мне кажется, однажды его поразили. И вполне возможно, что если мне зададут какой-то вопрос, он ответит на интересующие вас, как вот эти вещи. Антошка. Я не знаю, кстати, почему я его назвала Антоном, у нас как-то пробежала шутка в компании из двух человек, вот эти вот... Ну, куда ты прешься? Все, перестали. У меня здесь как бы родители, еще ластик гадит, и вот я слышу, он там топает и когтями, как бы вырывает меня уже из этой комнаты, он меня не очень любит. Поэтому вот, в любой момент может зайти еще и дедушка, приложить чем-нибудь поесть, типа котлеток, это норма. Главное, чтобы он в ластиковую какую-нибудь мину не наступил, тогда вы услышите очень много ненормативной лексики, и как бы тут я вот не смогу так пупи-пупи, запикать, а потом перемонтировать, потому что все-таки прямая трансляция. Посоветуй фильм. Так, я смотрела потрясающий фильм. Я сейчас спрошу. Я сейчас спрошу. Тут как бы офис. Так, отправила запрос, потому что я недавно дня смотрела два хороших фильма. Один, по-моему, корейский, короткометражки, пять штучек. Такой прям очень понравилось. И другой, по-моему, тоже кор... Нет. А, нет, пять короткометражек были... Куда все ездят? Тайские? А корейские... Корейская была страшилка про зеркала. Очень тоже понравилось. Так. Ой, сейчас. Ти-ри-ти-ти-ти-ти-ри. Почти. Я не... О! Зазеркали, посмотрите. По-моему, это корейский фильм. Интересный. Неожиданный. И это... Если это то, о чем я думаю, то он очень... Короче, он как детектив. Не как страшилка больше. Хотя... Постоянно думаю, что будет какой-то... Бух! Так. Что? Я не вспомнила. Катюха, ты в отношениях. Ребят. Ну, ребят. Ну, вот не вот эти вот вопросы надо капсом задавать. Давайте как бы вот, ну, тайной. План на следующий год? Не спится. Достаточно. И вообще, он такая... Так. Шапка САС. Вот я в своей жизни не часто использую слово САС. Но спасибо за то, что САС. Я ее нашла, между прочим, в этой комнате. Я искала ее дома. Видимо, я все какие-то елочные... О! Вот спасибо, кто написал, что шапка САС. Я поняла, что все мои елочные украшения тут. А значит, сегодня я их заберу от родителей. И поеду украшать все к себе домой. В халупу. Так. Что за портфель сзади? Это так мило, что в этой комнате все вещи сразу приобретает. Какую-то детско-школьную вот эту тематику. Мой портфель. Это мой новый рюкзак. Он, если можно увидеть, он, знаете, такой мягонький, как будто из овчинки сделан. Но это кожзам. Очень тепленький. Вот. Пишут, что худая. Нет, мне кажется, что это какая-то проблема. Я себя просто не вижу за вашими вопросами. Может, меня как-то узит мой телефон. Я до сих пор не знаю. Я думаю, что я открою где-нибудь ютубчик. И там я буду у себя на главной странице как бы... Вот... Как бы трансляция... И врибаде. Но я ничего не вижу. Я даже не знаю, как это выглядит со стороны. Выше, значит, Кате дали попробовать какую-то новую классную фичу? Пожалуйста. Вот это вот. Так. Как я отношусь к хейту? Ну, наверное, я всегда отвечаю одно и то же. Типа, с возрастом немножко меняется к этому отношение. Причем как и внутри себя, так и снаружи. Объясню почему. Внутри со временем ты к этому охлаждаешься. И ты, может быть, даже если тебя сильно обижают, ты сначала испытываешь такую вспышку. А потом такой, блин, мне лень что-то писать. И типа, ну... То есть чем... Мне кажется, это так... Ну, это... Хорошо, я буду говорить за себя. У меня так. Если раньше мне хотелось что-то делать, что-то доказать, а кому-то сейчас... Меня вообще такая... Бомбануло что-то. И так... Я лучше пойду посплю. То есть, не знаю. Я типа перераспределяю свою энергию. Я не настолько молодая, чтобы тратить везде и всякое. А как-то... Типа... Долговременно оно не работает. Есть вещи, которые намного мне важнее, которые интереснее, как-то милее, на которые я сразу переключаюсь. То есть, типа, меня больше бесит, когда мне поесть дома нет. И как бы Зюта какую-нибудь обувь сгрызла. Вот это прям, да. Это типа твою налево. Поэтому хейт, ну, это такое. С другой стороны, так же. Если что-то пишут, то уже что-то пишут. Уже что-то хорошо. Правильно? То есть, такое... Я сама его стараюсь не провоцировать. Хотя, конечно, люди некоторые пытаются выводить. И типа... Ну, окей. До свидания. У меня какая-то, не знаю, даже не пассивная агрессия. Типа... Хорошо. Всё. Я как-то... Нет. Мне интереснее с мамой поспорить, чем с какими-то людьми, которые мне не важны. С мамой хотя бы... Типа можешь поорать, и она на тебя тоже... Закончится на том, что... А ты кушать будешь? Я, да. То есть, ну, типа, всегда всё будет нормально. Поэтому... Это мило. Что о Eminem? Вот Eminem, кстати, я давно не слушала. Я знаю, что он пишет новый альбом, поэтому... Очень. И Канни Уэст уже встретился с Дональдом Трампом. Понимаете, вот жизнь никогда ещё не была настолько вот идеальной. просто идеальной. Скажи про фан-встречи в Краснодаре. Давно уже она была. Я уже плохо, если честно, помню. Я помню, что, как всегда, были какие-то... Просто кучи людей и безумно боялись, что что-то случится. Вот. Так. Так. Пытаюсь... Чё, Ким? Вообще без понятия, где она. Я, кстати, всё жду, когда она вернётся. И так, опять вспоминая... Просто надо вставку. Тан-тан-тан-тан. Ой, почему-то я вставала. Я чё, какой-то... Я марш сейчас спела «Свадебный кошмар». Здравствуйте. Я пока не знаю, как зовут этого персонажа, но какая-то Лариса Гузиева. Сейчас из меня вышла такая... Про Ким. Я очень по ней скучаю. Причём, мне уже чё-то не очень нравится. Кайли объясню. Типа, она перестала для меня быть какой-то настоящей. Но я уже не шучу на тему того, что пластик и все дела. Хрен с ним. Там, девушка может себе и любой молодой человек тоже позволит, что хочет. Но, типа, есть этот момент невозврата, когда человек, ну, слишком идеальный. И ты, типа, уже не думаешь, что она там классная, интересное чувство юмора. Ты понимаешь, что она какая-то, ну, вот, кукла. Не знаю, как вам это объяснить. То есть это... То есть многое из девушек, у которых есть пластик, и они, типа, интересные. У неё там было какое-то количество, она была там прикольная. А сейчас это я смотрю, вот прям, ну, безупречно. Сначала думаешь, вау, хочу быть такой. Потом понимаешь, что между тобой и вот этим столько разрыв денег, чтобы туда дойти, до этого вот идеала. И плюсовешь, там очень много денег бухано, там ещё очень много фотошопа. И когда ты видишь в реальной жизни фотки, думаешь, ну да. Типа, ну, вот это вот она реальная. Она мне такая нравится. А когда смотришь в Инстаграм, думаешь, блин, я, типа, не могу себе это всё позволить. И меня как-то это, типа, ну, не то чтобы расстраивает. Раньше как-то прикольнее было. Мне нравилось, что она красилась по-другому. А сейчас это, ну, всё так лакированное. И не за что зацепиться. Мне очень нравится, когда у людей смешные шутки, они там падают, там. Ну, я, конечно, не говорю про то, что давай-ка я деть, как бы, энекрасия и пузыри надувай на камеру, чтобы казаться вот своей жизненной. Но вот как-то, не знаю. А Ким как-то, она взрослая, у неё и не было никогда такого. То есть, какое-то изменение именно у Кайли пришло. И, типа, скучновато она мне стала. Вот. Слишком, короче, вот кто-то написал плясую про Кайли. Слишком, короче, ну, типа, мне очень нравится, когда у меня там проблемы с парнем были. Я такая, я тебя понимаю. Вот это всё. И думаешь, давай, бросай. Нет, не бросай. И думаешь, ну, типа, какие-то вот такие жизненные истории. Она мне очень нравилась. Я в Snapchat даже перестала уже заходить. Потому что вот это всё вот... Ну, то есть, я поняла, что я тоже так могу, но, типа, за этим стоит вот это вот нацепить волосы, вот это вот, каждую клипсу зацепить, ресницы, косметика, поза, вот эта музыка, байбс. И, конечно, потом получается даже там из меня, из любой девочки получится такая легендер, но понимаешь, типа, сколько за этим стоит, это всё ненастоящее и, не знаю, вот. Мне больше нравится Ким, потому что, не знаю, хоть она никогда не шутила, никогда ничего прикольного не говорила, она изначально была, типа, идея ли, куколка? Это ничего не ждёшь, типа, ни юмора, ничего. Вот как есть, так есть. Какие компьютерные игры ты играл? Я сейчас больше играю в настольные игры, и это безумно интересно. Пандемия, вот я неправильно себе так говорю, Каркасон, по-моему, или Каркасон, Каркасон, наверное. меня пытаются приучить к дуэльному Бэнгу, это не то, что вы думаете. Очень интересная игра, но я немножко туплю, там очень много способностей, поэтому я безумно сейчас вот по настолочкам. Мне нравится. Но пока моя любимая пандемия, и мы пока ещё ни в один кон не выиграли, но один раз выиграли, а потом прочитали правила, оказалось, что мы вообще смухливали всю игру, и мир весь умер. фактически. Так, речь о том, что я люблю играть не в видеоигры, а в настолочки. Так, приедешь к Крыму. К Крыму я была недавно, пока не планирую. Я очень хочу, на самом деле, в Москве посидеть. Вот прям правда. Очень многое что-то наездилось. Почему вертикально? Вот так хочет проводить всё YouTube. Поэтому вот, я думаю, что если вы растянете, оно как-то должно автоматически перевернуться, что-то сделать. но не знаю, мы с вами ещё поиграемся, потому что через недельки-две я ещё пройду такую же трансляцию. Я узнаю ещё у YouTube, как можно что сделать. Чего прикольного. Надеюсь, к этому времени я починю свой роутер. Кстати, сегодня я уже буду чинить, потому что завтра будет новое видео, и надо срочно что-то делать с этим, потому что мои отмазы, ребята, это просто смешно. Я человек, который старается в жизни не врать, потому что я прекрасно знаю, как в детстве меня научили, что врать плохо, потому что потом прилетает по жопе. И, типа, каждый раз, когда у меня есть отмаза, почему я не могу выложить видео, почему я куда-то там опаздываю, оно звучит так, что она точно врет. Кать, скажи просто правду, ну реально, у меня сломался роутер, и поэтому я сегодня провожу здесь трансляцию. И если бы я не провела, все бы сказали, ой, Кать, просто у тебя это вот, как бы, ты не хотела это делать, и вчера ты не хотела это делать, потому что YouTube не сломался, но это моя жизнь. Как только я что-то планирую, сразу идет все. А знаете, я сейчас сижу как с тостом на Новый год, я думаю, почему у меня Новый год в голове? Так что вот. Так. Что за постер сзади? Ой, девочка моя, или мальчик мой, извини, пожалуйста, не увидела. Это, это просто суть. Все. Так. Любимый эпизод Звездных войн? Наверное, третий, по-моему, который про Дарт Вейдера. Когда влог, может быть, дня через два? Вот, примерно так. Я не умею читать по-английски с такой дальности. Твоя любимая, а твое нелюбимое современное слово? Так. Я сейчас буду говорить, и сто процентов оно у меня вылезет. Ой, дедушка идет. Тихо всем. Мама уже что-то там ест, я слышу, посуда гремит. Будет ли танец на Новый год? Посмотрим, будет ли танец на Новый год. Так. Пытаюсь, пытаюсь. Давай Антоху. Антоха пока что-то не знаю. Он, видимо, еще не доехал на троллейбусе после колледжа. Вот. Он уже перешел в колледж. У него шутки теперь не только ниже пояса, но немножко выше. Поэтому он пока... Ну, вот видите, мне кажется, он доезжает. Он уже где-то близко находится. Что? Читаю. Когда поеду в Лондон на следующий раз? Пока не хочу, потому что в последний раз у меня была какая-то проблема с визой, и я такая, серьезно, ребят, я обожаю ваш город, я не хочу там жить, но мне там нравится тратить деньги и гулять, и я люблю ваш, ваш Лондон. Почему вы так часто ездите в Лондон? Я такая, вау! Короче, у меня из-за этого могли быть какие-то проблемы, почти, и они и случились. И теперь я такая, нет, я все-таки потерплю. Когда совсем будет в немоготу, туда поехать захочется. Вот. Кстати, скоро будет холл из Лондона, так что вот. Не зря я ездила у него недавно. Так. Так, 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 блин! Что-то про Дэна и Фила было. С кем буду Новый год справлять? Надеюсь, в кругу близких и друзей. Вот. Лучше Ариану Гранды, конечно, слушаю. Только я... Да, у нее скоро выйдет новый альбом, поэтому вот, я очень его жду. Хотя боюсь, что он будет из песен, которые она не выпустила в своем вот последнем. Dangerous Woman, по-моему, называлась в альбоме. Крайне будем говорить так. Почему я в старой квартире? Потому что здесь есть Wi-Fi. Все очень просто. Ле Тимур, привет. Да, я все вижу. Так. Так-так-так-так-так-так. Люблю ли я смотреть Ёлки? Я Ёлки, по-моему, смотрела только первые и вторые. Даже, по-моему, первые я смотрела в кинотеатре. И вторые я смотрела в канун то ли прошлого Нового года, то ли позапрошлого. Вот. Но там, типа, очень много было как раз и Светлакова самого, и Урганта. Но, честно, я не помню, на каких Ёлках я перестала смотреть. Не знаю. Поэтому даже не знаю, как ответить. Я смотрела, но в Новый год, когда показывают, по-моему, круто. Вот. Сними видос Должанский. Будет ли видос Должанским? Ах, господи. Не давите на больное. Тут кто-то уже пишет, ждешь ли Шерлока, не давите на больное. Не давите. Я это все очень, вот, близко к сердцу принимаю. Боль. Так. Нюта где? Нюта дома. Сегодня собирались с ней поехать на каток, но не сложилось. Надеюсь, в ближайшее время все поправится и случится. Очень хочется на каток. Безумно. У меня одно только в голове вот это вот ехать на конечках медленно, но самое главное приехать чайку попить горячих в варежках, таких белых в шарфе, чтобы шапка такая была, курточка уютная, эти носочки сборенные, шерстяные. Обязательно вот это вот ощущение того, что ты на каточке. Ты пьешь, пар развивается, сейчас солнце и снег падает. Ну, скорее всего, я падаю, потому что я люблю падать на катке. Обожаю. Я вообще люблю падать везде. Я это скрываю. Собственно, я очень хочу пойти на каток, но я думаю, что каждую зиму всегда обходится одним разом. Я такая, ой, господи, как гламурно это в моем как бы вот воображении. Но, собственно, когда это случается в реальной жизни, это больно. Очень. Поэтому случается один раз в год. Так. Как вы много пишете текста? Вы чего? Всем, я всем передаю привет. Я, собственно, ради вас и делаю трансляцию, потому что хочется как-то обуютиться. Хорошо дома? Достаточно. Очень прикольно, что здесь, ну, запахи другие. И, да, это ластик. Ну, забавно, моя комната больше теперь похожа на какой-то склад вещей. Тут какие-то колбы стоят, мой манекен Мэган стоит. Там лежат парики, кофты, которые мне уже велики очень сильно. Тут вот ноутбук мамин старый лежит. Какие-то вещи вообще. Там куча моих DVD. Там даже вещи лежат со сценариями. Книжка самая первая болтает. Ну, то есть здесь прям склад всего добра. Поэтому, конечно, очень странно. И мой любимый плакат, который я надеюсь, я очень надеюсь, что в свою новую квартиру. И мне все равно, что скажет мне мама, я его перевезу, потому что он мне нужен. Что ты ешь? Ничего. Это просто я так говорю. О, меня смотрят в Бишкеке. Привет, Бишкеку. Так. Покажи Ластик. Ластик где-то ходит. Он, на самом деле, просто нереально здоровый. И сегодня он меня увидел. И это было чудо. Он меня начал целовать в губы. То есть, типа, лизать меня. Я такая, здравствуйте. С вами все хорошо? Спасибо. Потому что обычно он меня как бы грызет в губы. Вот. Так. Привет, Томску. Привет. Че так поздно? Че так поздно? Да нет, вроде 8.10 где-то. 8.12 начала. Как планировала. Я теперь буду раз в две недели проводить такие трансляции. То есть, опять же, наверное, по пятницам. Следующий пятница не будет, а через пятницу будет. Я уже, я думаю, пойму, как с этим всем это все делать. Чтобы это было интересно и правильно. Откуда шапочка? Шапочка из пакетика. Нажала в комоде в этой комнате. Так. Хотелось бы ты когда-нибудь посетить Украину? Я ее посещала очень много. В детстве мы часто ездили туда отдыхать на море. Я вот на самом деле очень планирую, потому что у меня сейчас сорвалась одна поездка, по-моему, в Харьков. И сейчас, ну, планируем в январе поехать. Ну, не знаю, получится или нет. Пока, как бы, скажем, приоритеты я расставляю. Но хочется. Вот. Я пока просто не знаю, что там делать, скажем, то, как, ну, друзей навещать. В том плане, что нужно продумать какую-то, скажем, туристическую программу. Типа, что посетить, что поесть, еще что-то. Вот. Поэтому сейчас пока думаю над этим. Так. Шапку поправить. Да нет, вроде она нормальна. Ты как... Мама, перелогинься. Так. Что еще? Так. Это я все? Попа или грудь? Вот вопрос такой. Я считаю, что лучше мозг. Потому что какая бы была попа и грудь, вот, как бы, пупырышки на мозгах считаются, их много. Вот. А так это все очень относительно. Мне кажется, и как и в большой попе, так и в маленькой есть прелесть, так и в груди тоже в большой и маленькой. Поэтому, типа... Кто-то пишет попа, за меня ответили. Вот. Вот, кстати, не знаю, раньше было 80-е и 90-е модная грудь, сейчас стала попа. Мне интересно, что дальше? Типа, живот, поясница, где эта золотая середина? То есть, от чего будут все такие, так, все быстро качаем поясницу? Или чтобы был большой живот? Давайте, пожалуйста, чтобы это так было. Ой, как это будет идеально. Кстати, реально. Охренеть. Шла бы ты? Ну, не могу. Так, смотрю мультики, смотрю, конечно. Последние, только не помню, что я посмотрела. Какие-то, наверное, всякие японские, китайские зарисовки. Всякие, блин, непонятные вот эти... Как сказать, эмоджи? Как они называются? Аниме нарезки я смотрела. Но не целиковые. Так, эм... Кстати, если у кого-то есть предложение, что посмотреть классное из аниме, присылайте мне, пожалуйста, пишите. Потому что мне очень хочется что-нибудь посмотреть, такого очень азиатского. Совсем мне что-то повернулось после Китая на всем этом. Эм, так... Ты-ри-ты-ты-ты-ты-ты. Что с качеством? С качеством, потому что я снимаю на телефон. Может быть, мне нужно как-то съесть подальше. Просто снимаю на картошку. Это совершенно нормально, ребят. Расслабьтесь, успокойтесь, все хорошо. Так, эм... Какой твой любимый фильм? Пожалуй, Молчание и Ягнят. У тебя хорошее зрение? Не очень. Я вот сижу сейчас от своего телефона, наверное, сантиметров... Может, 50. И так прям вот... Тяжелёхенько я вижу всё. Так. Поэтому я, собственно, вот так к вам... И, собственно, меня уже не видно. Так. Люблю ли Алтын? Ой, мне очень понравилась песня. Я с удовольствием послушала, когда она только вышла. Я думаю, класс. Вот это очень круто. И на следующий день захожу, да, очень много просмотров. Думаю, я прям вот... Чувствую. Очень понравилась песня. Так. Давайте с вами ещё посидим. Ну, буквально минут 15, наверное. Так. Что-что-что? Личный дневник. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Где Ластик? Ластик где-то ходит. Я думаю, с мамой он давно её не видел. Поэтому он сейчас отдыхает. Вот. И стрессует, что я в доме. А я сейчас буду собирать всякие новогодние штучки здесь. Так. Та-та-та-та-та-та. Как я отношусь к корейским драмам, никогда не смотрела. Любила алгебру. Нет. У меня была ужасная учительница, которая говорила нам какие-то вещи про сношение, какие-то эротические отношения. Не училась у нас алгебре. А потом в 11 классе нас просто кидануло, ушла в декрет. И мы такие, а, нам надо сдавать ЕГЭ, спасибо. Вот. И она так делала, кстати, с предыдущим своим классом, который выпускала. Как раз-таки там года 4 или 3 назад. Она просто ушла в декрет, когда у них там тоже был своеобразный экзамен. Вот это вот. Поэтому алгебру я не любила именно поэтому. Хотя я уверена, что все прекрасные предметы. Это все зависит от учителя. А тут как повезет. Так. Какие ты любила уроки? Английский язык, география. Потому что всегда был какой-то challenge accepted. Меня очень учительница, скажем так, муштровала очень сильно. И я всегда боялась ответить не ту столицу. Я прям помню, как я на этой кровати сидела. И такая, типа, господи, какая столица. Я ничего сейчас не помню. Вообще вот хоть убейся. Но я помню, как я училась здесь ночами. Эти все списки стран и их столиц. Это просто ты-ты-ты-ты-ты. Я боялась на этих, блин, экзаменах. Ну, этих всяких диктантах, прочим. Контрольных. Прям безумно. Нравилась мне литературе. Потому что рассказывала стихотворение. Любила очень. История нравилась безумно. Общество знания. Это очень сложный предмет. Но мне безумно нравилось. На нем рассуждать. И как-то учительница очень классная была. Было очень классно выражать свое мнение. Вот. Да, наверное, это все. Но еще, когда были совсем мелкими, классно было на... Как это называлось вот этот урок? Где, типа, готовишь и фартыки шьешь. Это такая тупость была. То есть, ну, не знаю. Это было просто очень весело. МХК. Нет, МХК это тоже прикольный урок. У нас очень хорошая учительница была. Забыла, как называется. Технология. Как это называется этот урок? Где ты шьешь и делаешь... Технология, да? Труд. Да, помню, технология у нас называлась. И я вот это помню, когда, типа, готовим салат какой-то. И это самое, типа, такое... Я куплю огурцы! И сразу кто быстрее выберет самое дешевое. И в конце тот последний, типа, не успел. Такой, и что мне покупать колбасу? А это, типа, самое дорогое. Это-то вот жеза просто. И потом готовят... И все, на деле, хавают. Типа, что-то два урока готовишь, потом хаваешь. Супер вообще. Идеальный урок для меня. Еще и потом первее всех уходишь с урока. Там их два квадрата у нас было. Потому что мы все делали быстрее за два, блин, часа приготовить салат и схавать его. И это же легко очень. И пять получить. И выходишь на 15 минут раньше звонка, идешь в столовую и уже стоишь в очереди. Наш класс постоянно ругали. Потому что, типа, в буфетчица приходила, похренели. Еще урок. А мы уже все сделали. Быстро в класс. А мы таким уже свое похавали. Еще пришли за пирожками жрать. Это, типа, вот, история моей жизни. Нас, по-моему, только за это заучи не любили, что мы постоянно есть, ходили. А мы не за это стыдили. Потому что наши заучи всегда стояли первыми в очередях. И жрали все вкусное. И мы такие, типа, ну да. Они, знаете, еще выходят такие, типа, только перемена началась. У них тут крошки висят. Вот они тут... Поэтому это прям школа. Это, конечно, рассадник классных персонажей. Не завидуй тем, кто сейчас в школе. Но, с другой стороны, вам должно быть весело. Понимаете, что это просто должно быть уха-ха-ха-ха-ха. Так. Какие планируешь снимать видео? Больше, мне кажется, новогодних на данный момент. Хочу снять видео про подарки. Хочу снять видео про настроение, скажем так. Не буду выдавать себе какие-то ответы. Вот холл из Лондона будет. Вложек будет. Что же мне еще запланировано-то? У меня много чего запланировано. Это первое, что мне такое в листе снять, отмонтировать. И я такая прям... Я, мне кажется, сейчас могу себя похвалить, что пока выходит много видосов. Главное, чтобы вы их все смотрели. Вот. И, кстати, пока вас тут очень много на моем канале, так как есть колокольчик на канале, я очень вас попрошу нажать на него, чтобы вам приходили уведомления. Потому что так как иногда YouTube там тормозит или что-то случается, пожалуйста, нажмите на колокольчик и проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Потому что порой бывают баги. И главное дело, не теряйтесь, потому что я снимаю ролики для вас, если нет просмотров, типа, как кому стараться. Поэтому жмите колокольчик здесь. И, собственно, тогда вам будет приходить уведомление. По-моему, это работает в Google Chrome. Вот, не знаю. Я, по-моему, с вами тоже видел в браузере. Поэтому так. Я до сих пор не вижу его на своем канале. Думаю, но он должен быть. Он должен быть где-то. Так что жмите колокольчик, и точно будет тогда приходить все, когда у меня начинается какая-нибудь трансляция или, собственно, видосик. Почему я такая классная? Я не классная. Я голодная. Ой, нажала. Спасибо большое. Мне, на самом деле, это очень важно, потому что я не всегда понимаю, как работают, скажем так, все эти просмотру. Пишут жирные ляхи. Но это все нормально, потому что у меня широкий угол внизу. Нормально все. Если бы они у меня были худее, я бы, наверное, ну, не знаю, я бы головой о пол падала, потому что должно быть где-то перераспределение веса. Вот. Поэтому жмите на всякие штуки на канале, чтобы вам приходили уведомления. Так как, собственно, я не знаю, как работать сейчас. YouTube периодически там тормозит. Они, наверное, скорее всего, какой-то движок меняют, что, в принципе, логично, каких-нибудь подсчетов. Но пока сейчас он такой нестабильный. Так что жмыхайте все и будете видеть мои видосы, а я буду чаще их делать. Вот. Так что... Люблю ли читать. На самом деле, мне очень сложно сосредоточиться. Я объясню, почему. Я могу смотреть фильмы. Я даже недавно начала, я только смотрю, что я вру, потому что я не могу сидеть на одном месте. Вот не могу я. И это проблема не того, что у меня нет свободного времени или мне неинтересно. Мне именно сложно сесть. И только недавно я стала смотреть опять фильмы, потому что есть человек, с которым интересно их обсуждать, интересно их смотреть. И то есть я не только там смотрю фильмы так вот, как вот, и читала бы книгу, типа, два часа, и все. А типа, мне нужно все равно на что-то отвлекаться. У меня, видимо, с возрастом какая-то с головой проблема случилась, что я не могу останавливаться. И это большая проблема, потому что читать-то надо. И самое большое, что я читаю, это, наверное, какие-нибудь научно-какие-то там статьи в интернете, какие-то социальные всякие штуки. Ну, то есть это не сколько книги, сколько вот какие-то факты и там что-нибудь интересное. Что на самом деле, ммм, а про какое-то воображение, типа художественную литературу, мне это, скажем, не так интересно, как то, что происходит у меня в голове. Я всегда перед сном, когда ложусь спать, я всегда очень много всего представляю, всякие истории, еще чего-то. То есть, в принципе, читать я читаю по количеству, которые надо, там, там, по норме я это восполняю, там, читаю газеты, еще что-то. Да, я иногда читаю газеты и езжу на колесницах, а все еще, там, не знаю, у меня дома стоит Тахта, какие вот еще и старые вещи, и Ларец. Я из всех людей. Поэтому, собственно, вот моя жизнь за, жизн, причем с твердым знаком на конце. И, а вот какую-то литературу интересную, не знаю, я даже аудиокниги пока не слушаю, потому что у меня нет, скажем так, в машине, наверное, классно слушать аудиокниги. Но, опять же таки, мне кажется, если я включу аудиокнигу, я типа уйду в нее мыслями, это, кстати, было бы мне интереснее, мне кажется. Но, но рулить-то надо, вот. Но пока и машины нет, и аудиокниг нет, так что, очень редко читаю именно саму книгу, но статьи всякие там, интересные, это с удовольствием. Причем, неважно, какого они размера, главное дело, чтобы информация была классная. Даже если эта книга отцифрованная, или как это называется, в интернете, я, скорее всего, ее буду там читать. Вот. Так. Увеличь грудь. Ну, я не знаю, у меня тут встроенного никакого нет, редактора, но ты, наверное, можешь это сделать, если заскринишь потом, там, для себя куда-нибудь повесишь постер мой себе над кроватью. Вот. Поэтому я тебе разрешаю. Так. Какая у меня любимая поза в йоге? Я один раз ходила на йогу за всю свою жизнь, и эта поза была... А-а-а! Потому что я как-то лежала на лопатках, по-моему, и что-то там приподнимала. После этого у меня несколько суток болело все тело. Я такая, нет, конечно, это активно. Это, наверное, развивает очень мышцы, и я их чувствую теперь, что они у меня есть, или они у меня были. до этого у них не стало но типа я йогой не занимаюсь но это прям конечно вау это и не знаю и что это как почти там вид спорта как это физкультура которая просто из ряда вон но это правда это очень круто но я человек мне кажется ленивый и более боюсь как все успевать на самом деле нужно всегда где-нибудь опаздывать чтобы все успеть стараться регулировать свой сон это прям правда совет от меня потому что я везде опаздываю потому что от сна зависит от того как ты активен будешь правильно ты лег спать как ты хорошо со сну какой глубокий сон и тогда ты будешь классно работа способен весь день при этом не будешь дольше норма спать нужно спать где-то там 7 8 часов и все будет отлично и потом быть всегда в хорошем настроении потому что от этого зависит также активность вот поэтому это это мои сайт которые очень работают поэтому я постоянно очень много монтирую видосов и чувствую себя хорошо но это пока меня ластик еще не отрыл отсюда и и за глотку не волк но это это может случиться в любой момент поэтому стей тюнт да я заводной апельсина мне кажется я сейчас не заводной апельсина какой-то щит света единой как свое лицо обозвать просто я человек софтбокс я могу осветить любого и почему знаете что самое смешное я хайлайтер добавила себе на лицо и где он по моему везде так обожаю так хочешь ли ёлку красить помпонами в этом году я очень хочу красить ёлку в классическом ее понимании виде со всеми русскими вот этими советскими советскими игрушками ты что пьяненькая нет я не пью я это как-то делал не очень люблю хотя наверное надо бы типа все взрослые там сидят такие улюлюлюлю а я я не знаю это не мое мне это не нравится по вкусу поэтому я типа не пресса у меня вода я очень люблю кока-колу каюсь что с качеством с качеством потому что я снимаю на картошку может быть что упала уже какая-нибудь сеть буквально через давайте минутки минут пять и я пойду вот ты я пока смотри сколько здесь трансляция уже шла это какая катюша зажжо зожжо зажжо 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 жопа от счастья вот это это мой слоган да я я на самом деле лучше хорошо спать и отдыхать меньше пить себе дороже там еще опухаешься страх так давайте еще один вопрос да пойду что-нибудь такое миленькое Так, сейчас я ищу вопрос Я пытаюсь вас различить Смотрите на мое лицо и как смешно оно выглядит Я все еще, смотрите, какая смешная У меня странные глаза, засвет И вообще я мутант Так, я ищу интересный вопрос Который будет хорошей точечкой В сегодняшнем Все спрашивают, сколько я вешу Нет, это нехороший вопрос И нехороший ответ Мне кажется, я никогда в своей жизни не буду довольна своим весом Типа, лучше вообще об этом не думать Вопросы, ребята, вкусная водичка была Так Вот эти вопросы Это кек или тамблер Ребята, вы можете лучше, я уверена Сколько мне лет, ну камон Не тратьте эту попытку Так, так, так Так, давайте Я уверена, давайте вот прям-прям Ша И я такая Да Так, почти Теперь все слишком быстро Я не успеваю Так Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ролл или швурма. Мозг, давай ты будешь смотреть на что-то весёлое. Из разряда типа, давай. Ответь про... Как же съёмки у Саня Дука? Окей, давайте про это поговорим. Очень классно, мне безумно понравилось сниматься. Было очень холодно в Питере. Но ребята очень классно. Пытаюсь вспомнить, как называется их команда, потому что, ребята, я знаю всех лично. Little Big, они очень классно снимают. Мне безумно нравится. Алина невероятно талантливая. Девушка и режиссёр. Поэтому мне очень понравилось. Они все весёлые, классные. И когда с ними снимаешься в компании ребят, прям ну вот ухахатываешься. И причём такое, типа, нельзя ржать. И ты стоишь такой... И каждый вкидывает какую-то шутку по кругу. И она, знаете, такая цепная реакция в домино. И последнее домино просто на тебя шквал хаха вываливает. И ты такой всё, до свидания. Отходишь так и просто взрываешься от смеха. И такой, здравствуйте. У меня немножко пука взорвало. Но можно продолжать съёмку. То есть очень тяжело. Там столько было вот этих дублей каких-то, где просто срываешься от смеха. Ну, Мишка Шерстовский очень смешной. Мы тогда ещё снимали Поперечный, Даня. Ну, то есть это прям... Это компания людей, которые, типа, остановитесь, остановитесь, хватит. И, главное дело, потом сам таким же становишься, что, типа, начинаешь творить какую-то полную фигню. И вот это всё вместе, вот эта вот непонятная куча людей аккумулирует ещё больше зрителей, ещё больше таких же странных людей, как будто их заражают. Поэтому потом просто все улетают. И голова, на самом деле, к вечеру просто болит от того, что, во-первых, было холодно, а, во-вторых, очень смешно. И ты так сидишь, как вот ваточка. И всё. Так что давайте на этом завершать сегодняшнюю трансляцию. Я вернусь к вам через две недели в трансляцию. Завтра будет новое видео. Надеюсь, вам нравятся такие штуки. Спасибо Ютубу, что дала возможность так чатиться с вами. Не знаю пока, как я научусь делать это всё лучше и интереснее для вас, в том плане качества и вот это всё. Хотя порой, мне кажется, даже прикольно, что это мило так проходит. Я вас очень люблю. Надеюсь, я успею здесь сделать за один клик и попрощаться с вами. Всё, в самом... Я такая, иди, фоун, хоум. И мой палец неприятный, сосисочный. Я вас очень люблю. Всем самого хорошего. Пока.